здесь можно зацепиться в двух местах но лучше сделать это как можно раньше тогда не придется возвращаться также здесь можно еще найти шар воскрешения тёмную пещеру так и здесь нам опять пригодится огонь при расправляться с этими мертвяками так что здесь всего лишь пригоршня пепла и отверстие в которое нам предстоит спуститься придется немного поранить ноги это неизбежно успокаивающее средство и очередной едой щека глубины асина очень неприятное место где можно запросто умереть и и здесь нам может помочь техника кукловода а также наш зонт еще мы поставим леденец гатиина к сожалению у меня он остался всего лишь один первым делом выносим часового и используем наш леденец чтобы незаметно подобраться стрелку с местным дробовиком и теперь нам нужно захватить его разумом и пока змеиный глаз ним разбирается полночим другим часовым а у к Так, нашего помощника уже вынесли. Не очень хорошо. Пытаемся вынести этого. Змеиного глаза. Очень неприятный противник. С кучей жизней. Ну, нам немного помогли, и первую строку жизни мы ему снесли достаточно просто. От его выстрела, в принципе, несложно увернуться, если его удалить. Ну, вот если вы вблизи, то могут быть проблемы. От его захватов лучше всего отпридеть. Отходим, контратакуем. Если у вас возникают проблемы с уворотами, если у вас возникают проблемы с уклонениями, то можно использовать зону. Он, кстати, может отравиться, если долго стоит в отраве, но жизнь у него будет сниматься очень помаленьку, поэтому это не особо помогает. Но если у вас очень много времени, то можно, в принципе, постоять и подождать, пока он отравится. После такого пинка очень быстро он стреляет, поэтому вернуться сложно, проще заблокировать зонтом. В принципе, и все. Самое главное не торопиться, маневрировать, клоняться и использовать зонт. Ну, вот зонт мне даже и не пригодился. Он нам дает очередную бусину. Магнетиты, как мы уже читали, глубины асина очень богаты магнетитом, но также они очень богаты и ядовитыми лужами. Черный порох. Давайте соберем все, что плохо лежит. Рожи. Здесь у нас очередной идол. Отдыхать пока не будем, чтобы не восстановить всех на этой локации. Ну, конечно же, этот мини-босс с двумя жизнями, он не восстановится, но все остальные вполне смогут это сделать. Так, здесь у нас масло. Можно немножко поисполнять несколько акробатических трюков, чтобы забрать вон ту штуку. Который лежит в руке. Здесь нет ничего особо ценного. В основном это материалы для апгрейда. Так, на эту руку нужно, чтобы запрыгнуть, по-моему, нужно забраться повыше. Еще один магнетит. Магнетита здесь завались. Шар, трофей. И вроде как это все. Отсюда можно заметить, что на голове Будды что-то лежит. И также там на той платформе что-то лежит. Но отсюда добраться туда невозможно. Но я вам сейчас покажу, как туда добраться. Также здесь можно увидеть, там наверху вход в какую-то пещеру. Туда тоже отсюда добраться нельзя. И туда мы попадем еще не скоро. Это такой, типа, местный шорткат. Который может вызвать удивление, когда вы пойнете, откуда он ведет. И насколько все-таки продуман мир Секира в плане вот этих вот различных ветвлений, развилок, шорткатов. Очень сильно напоминает именно первый Дарк Соулс. Там тоже мир был очень ветвистый. К сожалению, во втором и третьем Дарк Соулс уже не все так радужно с этим. И здесь можно спуститься вниз, либо вот как раз можно запрыгнуть сюда. В проход, который можно легко пропустить. Но самое важное здесь не пропустить даже не его. Его найти-то несложно. Самое важное не пропустить вот этот подъем. Который как раз ведет в место, о котором я говорил. Здесь у нас желтый порох. И самое важное, это еще одна бусина четок. Отсюда можно немножко смотреться и увидеть, что там вдалеке я, похоже, пропустил какой-то предмет. Ну, давайте еще раз сделаем небольшой круг и заберем его. Скорее всего, это тоже какой-нибудь магнетит. Нет, но тоже неплохой материал, достаточно редкий. Это желтый порох. Здесь мы закончили. Так, давайте еще раз поднимемся сюда. Только теперь уже дойдем до конца. Здесь у нас обезьяна, которая страдает над останками. Другой огромной обезьяны. Обезьяне вино. Такое мы уже находили. Можно опять кого-нибудь споить. И здесь у нас лежат вот такие вот огромные останки обезьяны. О предположении о том, чьи это останки, я расскажу позже, когда мы встретимся с другой обезьяной. И здесь у нас такая вот огромная пещера. Кажется, что здесь что-то должно быть. И здесь действительно что-то будет, но немного позже. И как раз вот о чем я и говорил, лучше это место пройти сейчас, потому что если вы позже придете в это место, здесь будет босс. Причем очень противный босс. И здесь у нас два прохода. Один, если бы я спустился вниз, а не прыгнуто наверх, то как раз я бы вышел отсюда. Здесь ничего больше нет. Просто кровавые пятна. Возможно, это кровавые пятна той самой обезьяны, останки, которые мы видели наверху. Но это только всего лишь предположение. И в принципе на этом глубины и заканчиваются. И начинается другая, тоже не очень приятная локация. В стиле фромов. Фромы очень любят леса. Туманные леса. Зловещие леса. Теперь уже можно спокойно отдохнуть. Так, можно убрать леденцы и готинины. У нас их не осталось, к сожалению. Это очень обширная локация. Которая простирается не только по горизонтали, но и по вертикали. Но я советую вам ее проходить следующим образом. Для начала нужно избавиться от тумана. Но если вы не знаете, кто знает, то я не могу убрать леденцы. Я не знаю, что это? Я не знаю, что это? Так... Я... 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 Субтитры создавал DimaTorzok И умирающий буддист поведал нам, что где-то в храме здесь находится тот, кто одурачил селян и выступает против буддизма Еще несколько петухов Драже Как я уже говорил, все это можно собрать потом, но давайте эти предметы я соберу сейчас И кстати тоже достаточно просто пропустить Но в принципе здесь ничего интересного и нет И хоть в этой локации очень много различных предметов, но все они не очень важны Туда спускаться пока не будем Там не очень безопасно Там обитают духи И такое мы тоже уже видели В том же Дарсол 2 Где блуждали духи убитых воинов И вообще Фрома не очень оригинальны в этом плане Здесь также можно увидеть духов убитых воинов Тех самых разбойников Которых мы убивали в поместье Херата Несколько лет назад И так как это создание морока То на них неплохо действует Щелкающая семечка Она их прям выносит на раз-два Причем сразу по несколько штук Но семечки морока я не рекомендую на них тратить Они в принципе не очень сложные И можно их убить Без проблем и так Семечки очень ценный предмет Тоже не так просто найти и купить Поэтому на таких вот обычных рядовых противников Лучше их не тратить И мы можем слышать как кто-то играет Очень завораживающую мелодию на флейте Да и в этот храм так просто попасть нельзя Нужно туда пробраться через крышу Также здесь еще есть и собаки Ведь собак мы тоже там убивали За них кстати дают опыт в отличие от чертогов морока Собаки здесь вообще умирают от одного удара Вообще эти духи не особо отличаются слухом И зрением Поэтому можно их спокойненько выносить Они не очень расторопные Масло Так собака Против собаку также можно использовать сюрикены И здесь как можно видеть У нас тупик Но действительно ли тут тупик? И здесь у нас ловушка Вообще всех этих духов Как я уже говорил Убивать не обязательно Главное избавиться от морока В этой локации И давайте это и сделаем Забраться на крышу этого здания Не так уж и просто Как кажется И когда первый раз я сюда попал Я не сразу даже понял Как туда попасть Это кстати было на стриме Мне уже там чуть ли не всем чатам подсказывали Как это сделать Просто достаточно упустить здесь одну ветку И может возглуждать очень долго Можно пройти как раз вдоль правой скалы И запрыгнуть вот сюда Идти вдоль этой стетки я тоже пока не советую Так как тут стоит злой лучник на той стороне Хотя он вроде как нас сейчас не видит И можно это сделать Но можно это так же и сделать и потом Давайте это сделаем потом Не будем торопить события Надо все равно возвращаться Чтобы все собрать Здесь у нас старый знакомый Который похоже травит байки обезьянам Они сидят и очень внимательно его слушают И первым делом давайте вынесем обезьян Так, обычные сюрикены тут не очень подходят Нужно сюрикены Лучше использовать сюрикены-волчки Они более мощные Если зажимать клавишу Давайте попробуем Но не так, что у меня получится Так, здесь нам может помочь масло И огонь Попробуем подобраться и к нему со спины Но он очень верткий К сожалению, он повернулся в нашу сторону А, да, кстати, там еще одна обезьяна Эти обезьяны непростые Они уже с ружьями Обученные обезьяны Да, и он, зараза, смотрит прямо на нас Леденцов у нас нет Давайте поставим другие леденцы Например, красные леденцы Смотрите-ка, он нас не заметил Ну что ж, давайте попробуем Подойти к нему Сзади Кузера обжора Даем в него масло И поджигаем И смотрим, как он прекрасно горит Нанося ему несколько ударов Еще немножко масла Кстати, у нас перестал действовать леденец Регулируем Пока он там Опять Тует на свой Меч Еще он любит убрать Еще немножко у него масла Упал Главное сильно не жадничать И можно так вот спокойненько Более безопасно его убить Да Он сказал безопасненько, а сам полез Клик В принципе, тактика против него такая же, как и в первый раз Абсолютно такие же приемы у него Неочищенное саке Бутылка мутного неочищенного саке Такое мы уже подбирали И еще одна бусинка отчеток У нас их уже три Хватает одной Приборшня пепла Здесь какая-то непонятная разрушенная хибара Возможно, это Останки какого-то моста Здесь наверху вроде больше ничего нет Можно, в принципе, прямо отсюда запрыгнуть А, нет, там внизу что-то было Да Окей Тогда вернемся назад И пойдем по более длинному пути Да Здесь всего лишь драже Несколько акробатических движений И мы Практически добрались Кусок воска Отличный редкий материал Подвешенные тела И какие-то необычные светлячки Кто же у нас тут на дудке дудит И можно увидеть здесь какое-то необычное существо Которое, опять же, вам, скорее всего Напомнит Блодборн Туманный вельможа Но Эта битва не очень сложна Самый легкий полувоск, который может только быть Кусок трупного жировоска Кусок жирного почерневшего воска Образовавшегося в теле человека Используется для подготовки оккультных Улучшений протеза В особо запущенных случаях болезни Такой воск Разрастается И становится еще чернее Внутренной воск Принято омывать водой И Иллюзия рассеивается И оказывается, что храм уже давно разрушен Посмотрите, какой красавчик Чем-то отдаленно он напоминает человека Только изрядно мутировавшего человека Леденец Кстати, я не помню, читал ли я Лор других материалов для апгрейда Кусок воска Это похоже на воск Субстанция иногда образуется внутри тела Ее можно использовать для оккультных Лучше, а не протеза Скопления этой субстанции считаются Предвестниками болезни Желтый порох Зернышки янтарного цвета Образующие основу для мощного пороха Ценный химикат Добываемый только в опустившейся долине Используйте для улучшения огнестрельных инструментов Синоби уровня выше среднего Желтый порох мощнее черного Враги, пытавшиеся взять штурмом Опустившуюся долину Убеждались в этом сами Ну в опустившуюся долину мы как раз еще не ходили Ну и остальные материалы для апгрейда мы уже читали И как можно видеть, что Элизорная скала у нас тоже пропала И здесь образовался проход Но перед тем как туда идти Давайте Соберем весь Мерч Который мы тут оставили Сейчас стало и лучше видно Здесь у нас Какая-то выкопанная могила Тяжелый кошелек Лекарство Кошелек Последний укус Желтый порох Так, туда наверх Можно запрыгнуть таким образом Твердый метал Так, здесь нам нужно пройти вдоль стены И если бы вы попробовали это сделать В тумане То велика вероятность Что вас здесь бы сбил стрелок Щелкающая семечка И начинается такая страшная музыка Потому что здесь у нас обитает Очередной безголовый И я не рекомендую вам Идти его убивать На данном этапе Он не дает чего-то особо ценного А геморроя с ним Вы получите очень много Но если хотите испытать Свои силы То Берите конфетти И как говорится Вперед По идее Можно забрать у него Те два предмета Которые лежат рядом с ним Но тоже В принципе там Ничего особо важного В этих предметах нет А находиться рядом С этим парнем Очень небезопасно Поэтому Я вернусь сюда потом Когда у меня уже будет Апгрейдженная шляпа А также специальная бутылочка Которую мы кстати Сейчас в скором времени найдем Которая поможет Противостоять ужасу Так Стоп Я сорвался Эх Не допрыгнул Так Как нам запрыгнуть Отсюда наверх А вот Вот он Сучок Так Здесь у нас сзади Еще там что-то осталось Это что-то защищает Очередная низка Шар воскрешения Я думаю Что Все Даже если я что-то Тут и упустил То это Абсолютно Не имеет значения Ну Те два предмета Да Там Охраняются Похоже Здесь тоже местные Обитатели Не особо любят Будду Выбросили его статую Куда-то в лес Храм Будды Полностью разрушен Ну а мы Продвигаемся Дальше Больше нам здесь Сделать нечего А из буддистов Здесь похоже Сделали фонари Очень оригинально Дража Здесь нам предстоит Очередной спуск Все Ниже и ниже и ниже Мы продвигаемся И отсюда уже можно Разглядеть Там В тумане Какие-то Деревянные Постройки Именно туда Нам и нужно Аккуратно Спускаемся Не торопимся По фонаринам По фонаринам Как бы указывают Путь Там вдалеке Можно увидеть Предметы А с той стороны Целая стая Собак Ну давайте Ну давайте Спустимся Активируем Идолы Отдохнем Там у нас Снизу Поселился Продавец Ну здесь Ну здесь Нужно быть Очень осторожным Потому что Тут у нас Обитает Очень нехороший Человек Он находится Там Внизу По реке Его кстати Можно уже Увидеть Вон он стоит Смотрит На некий Предмет Очередной Продавец Подношениями Ленинцы Готиина Обязательно Надо купить Они кстати Не такие уж и дорогие И так же Он продает Еще несколько Полезных Предметов Это чешуя Саке И Самое важное Это Пестрая Пурпурная Фляга Итого Нам нужно 1800 2800 3800 Да Немало Нам нужно 3500 Сцен Давайте посмотрим Смогу ли я Наскрести Такую сумму Так 3000 Ну да Вполне Гоку Что Потом Нам к нему Больше не возвращаться Все остальное У него Не так уж и важно Чеша Возможно Еще Можно было Купить У него Твердый Металл И так Там наверху У нас много Собак И лучше Их Вырубить В первую очередь Потому что Как раз Вот тот Парень Будет их Призывать На подмогу Пригодится Сурикены И остальные Остальные Вон они Так Это все И в конце Этой тропы Тупик И Легкий кошелек Всего лишь Могли бы положить Что-то более ценное Ну и теперь Можно Пойти Надрать задницу Кто находится Там внизу Музыка играет Это похоже Он нас ищет Он нас увидел Что же он тут охранял Драгоценная чешуя Ну хоть что-то Полезное А вот и он Не очень приятный Персонаж С подобными Уже встречались Только этот Еще и обладает Техникой отравления Что ж такое-то Не получается У меня его Никак запарировать Бежим Полячимся Не самое удачное Место для схватки Конечно Надо выбрать Какое-то Более Пологое Поле И он практически Нас отравил Так Вот это вот Плохо То что я там Зацепил еще И жителя деревни Который будет Нам сейчас Только мешаться Он очень легко Убивается Да что ж ты будешь делать Что-то с его таймингом Я никак не могу справиться И он еще К нас там уже Отравил Окей У нас есть еще Вторая попытка Так Надо настроиться Где ты? У него слишком Замашистые удары О-оу Ну на последнем издыхании Мне все-таки Удалось его победить Магнетит Но у него к счастью Всего лишь Одна полоска жизни И вообще Ничего ценного Особо он не дает Так И в принципе Можно отдохнуть Слишком уж он Меня потрепал Ну к собакам Ну к собакам нам больше Ходить не нужно И давайте уже посетим Ту самую деревню Мибу Которую мы уже были Наслышаны Из различных Описаний Например Вот этих вот Шаров Шаров Мибу Наполненных водой Первоисточника Еще можно сделать вывод Что деревня Мибу Как-то связана С водой Первоисточника И как вы можете видеть Жители деревни Здесь не так-то просто И убить Они практически Являются Бессмертными Но Они очень боятся Огня Поэтому Огненный клапан Нам здесь В помощь Ну и на них Кстати Не так уж плохо Фармить Если вам это нужно Восквостка Здесь у нас За хаты Спрятали И опять же Отсылаясь Предыдущим Играм От Фромов К тому же Бладборн Деревня Мибу Очень сильно Напоминает Рыбацкую деревню Из DLC Ну С ними Можно воевать Тут бесконечно В самом деле Деревня Мимо Представляет Все Вот эти Дамы Очень опасные Если они Доберутся До вас Убиваются Не очень просто Но их Здесь Очень много И они Постоянно Воскрешаются Деревня Мибу И вся Представляет Такое Вот место Посреди Которого Озеро По сути Она разделена Как бы На две Части Вот эта Левая Часть И Правая Часть На том Берегу Такой парень С этим Огромным Дрыном Может показаться Что у них Как будто На свинах Это яйца Но нет Это Фляги Они просто Очень любят Пить Помню Если их Жарить Будут они После этого Восстанавливаться Или нет Возможно Их как-то Это успокоит И как мы знаем И как мы знаем Все То Как-либо Связан С водой Первоисточника Точнее С наследием Драконов Боятся Огня Давайте Заберемся Вот в эту Квартиру Здесь у нас Очень Интересный Персонаж Который Может Поведать Нам Что здесь Происходит Ка-го 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 Анатолия. КАРА Субтитры делал DimaTorzok 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 Но сначала нам нужно выбраться из этой хибары Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, лодка нам не понадобится, мы неплохо плаваем К тому же, плыть здесь не так уж и далеко Единственная проблема, это злые карпы, которые здесь плавают В этом одежде Они очень рады меня видеть Так Техника кукловода у нас уже стоит Она здесь нам может пригодиться Так Нас кто-то уже заметил В принципе, нет ничего удивительного Кругом патрули Можно поставить леденец Гатиина, конечно Но можно так же и забить на все и просто пробежать Кто-то не заметил Вот тот самый дом, который нам нужен И здесь лежит полезный предмет Янтарь из сосновой смолы Кусок смолы, внутри которого постоянно тлеет пламя Можно использовать для улучшения огненного клапана Смола добывается из сосен, растущих у деревни МИБУ Раньше путь в деревню можно было найти по дыму Современным жителям опротивил этот дым И сосны были заброшены Те, кто продолжал сжечь смолу, стали презирать Так, кажется, к селянам пришло подкрепление